здравствуйте дорогие друзья с вами снова фирма петерсон и я Эдвард Петер и сегодня мы с вами делаем заключительное видео их наверное будет три мы с вами из вот этой чудной маленькой собачки сделаем вот такую открытку это потребует времени но я думаю что это как раз работа объединит все те видео которые я для вас сделал чтобы вы могли использовать свои знания полученные фотошопе у нас на канале уже на практике и сейчас мы с вами и начнем а начнем мы с вами следующее мы возьмем прямоугольник прямоугольную область выделения зажмем shift и сделаем прямоугольничек вот такой прямоугольничек хорошо идем в изображение говорим кадрировать так ну и на всякий случай сделаем копию потянем вниз или control y теперь новый слой control d убираем выделение и сейчас мы с вами будем делать такой веселенький фон то есть мы возьмем сейчас здесь поставим перекрытие на умножение вот так сразу же и начнем с помощью инструмента градиент градиент и этот кругленький возьмем радиальные так и начинаем делать вот такие кружочки меняем цвет скажем на вот такой сиреневый далее можем взять желтенький мы его чуть-чуть не прозрачность до 30 меньше чтобы он вот так делался у нас белый был новый год поэтому все должно быть весело так голубой у нас почти исчез но пока вот так и хватит хорошо сразу сразу ставим маску и проверяем где у нас тут чего перекрылась 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 у нас вот в этом месте собачка поэтому я сейчас я освободи вот так остальное все все в порядке вот такой фон мы с вами сделали пока ну и можем сразу соединить его нормально все хорошо далее мы с вами сделаем следующее так как мы это будем выставлять на стоке поэтому чужими какими-то пользоваться мы не будем я имею ввиду какие-то там бэкграунды и еще что-нибудь поэтому нам придется все делать самим и и сейчас я поторопился еще с этим так я скажу применить свою маску и вот сюда сейчас посмотрим фильтр и размытие 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 по гауссу вот так чтобы она смешалась более-менее хорошо так потом можем посмотреть можно ли нам поярче чуть-чуть сделать просто смотрю не прозрачность чуть-чуть так у нас получились как бы немножко даже пока получилось небольшое такое-то так хорошо следующим номером нашей программы мы делаем сейчас новый слой берем инструмент перо и делаем тут какие-нибудь вот такие закалечки пример вот так более плавно вот далее берем кисть делаем размер 67 пикселей достаточно проверим сейчас и говорим что нам надо сделать обводку контура причем здесь имитируем нажим и смотрим я думаю этого будет достаточно убираем тогда вполне теперь делаем контрол придет и с помощью стрелок начинаю поднимать подняли контрол т начинаем соединять можно сразу делать деформацию вот так здесь тоже отлично так теперь можем соединить этого слоя и опять же контрол йод и двигаем поэтому я пользуюсь стрелками потому что трудно подвинуть и деформацию то есть вы сейчас вместе со мной делаете такую небольшую вьюгу из линии так так теперь соединяем и еще раз контрол идет мы двигаем двигаем и смещаем с помощью деформации делаем что-то вот такое отлично соединяем теперь поднимаем его над собачкой тоже деформируем так как нам нужно и в итоге мы получили так называемый сверху есть так посмотрим теперь кликнем здесь здесь и просто напросто сейчас возьмем голубой немножко голубоватый цвет вот так и закрасим я взял перевел видите вот сюда потом нажал shift и backstage так теперь ctrl d убираем да вот такой мы с вами получили можем посмотреть нужно ли его как-то еще соединить с чем-то может быть лучше вот так даже немножечко светящийся можем вот так оставить замену светл вот так хорошо и теперь и теперь и теперь мы с вами должны сделать снег а делать мы его будем подобным образом то есть его тоже можно найти в кистях сделать кистями и так далее но как я уже сказал мы с вами будем сегодня делать сами все абсолютно от начала до конца вплоть до снежинок сначала снег для этого мы и делаем сейчас наверху еще один слой можно называть его конечно так первые и белые кисточку с белой красочкой и начинаем расставлять делаем чуть больше на собаку попали не страшно даже и необходимо меньше то есть это вот такая ручная у нас будет работа ничего страшного я не вижу если немножечко позанимаемся так хорошо все есть отлично следующее еще раз делаем слой и делаем побольше побольше непрозрачности уменьшаем до 43 допустим да мало чуть больше 55 и делаем такие большие экляксы как будто перед объективом летят уже более большие такие снежинки чтобы они у нас были подальше вторые поближе хорошо вот таким образом отлично так ну и теперь мы немножечко смажем это дело то есть мы пойдем первый слой пойдем в фильтр возьмем так где у нас возьмите вот размутие в движении видите у нас прям слишком побежал снег но мы тут убираем так чтобы у нас было немного немного вот так хорошо следующее нам нужно сделать сначала маленькие звездочки возьмем возьмем с вами так вот из стандартного набора возьмем вот эту звезду и ее сделаем побольше так вот так маленькие сначала звездочки ну а большие снежинки мы с вами сделаем сами уже в следующем видео ну а вот ну а ну а это что и это да Субтитры подогнал «Симон»!